Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, судебные инстанции. Потерпевший утверждает, что давал первоначальные показания под давлением следствия. Когда началась эта история и начиналась ли она вообще, сказать сложно. По версии следствия, в период с 2013 по 2017 годы, Ербулат и Тамерлан состояли в организованной преступной группе, которая в 90-е промышляла разбоями и вымогательством. Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2013 года оба приятелей совершили преступление. Напали на двух жителей Алматы. Под видом сотрудников полиции, Ербулат и Тамерлан незаконно проникли в дом потерпевших и принялись избивать их, требуя выдать деньги и ценные вещи, угрожая при этом огнестрельным и холодным оружием. По материалам дела, якобы группа обвиняемых, в дальнейшем осужденных, там варьировались цифры от 6 до 9 и более лиц ночью, то ли это было в феврале, то ли это было в конце января, они сами запутались, то ли это было в 2013 году, то ли это в 2014 году. Вот эти вот даты, цифры, они постоянно этими так называемыми потерпевшими постоянно путались, в том числе и в суде. Улов бандитов составил 100 тысяч тенге, подержанный ноутбук и несколько мобильных телефонов. Однако молодые люди желали сорвать куш побольше и отвезли потерпевших к зданию Алматинского ГУВД. Заставили взять в долг у знакомого еще 300 тысяч тенге, которые тут же забрали. Интересно, граждане, подвергшиеся нападению, были уверены, что стали жертвами нечистых страж порядка и не стали заявлять о совершенном против них преступлении. В правоохранительные органы пострадавшие обратились лишь спустя 4 года, когда по телевидению и газетам сообщили о задержании членов ОПГ, державших страхи всю округу. Обращаются с заявлениями не в полицию, ну как обычно при таких делах, а в ДКНБ города Алматы с заявлением о том, что на них в 2013, нет, они даже указали, в 2014 году произошло разбойное нападение. То есть спустя 4 года, 4,5 даже, они вдруг проснулись и вспомнили. Другой, вменяемый в вину Ербулату и Тамерлану эпизод, произошел весной 2017 года. На этот раз, по версии следствия, жертвами банды стали проживавшие в общежитии пенсионерка и ее сын. Угрожая им оружием, одетые в полицейскую форму налетчики, отняли около 150 тысяч тенге и скрылись. Из Уголовного кодекса Республики Казахстан. Статья 262. Создание и руководство организованной группой преступной организации, а равно участие в них. Пункт 1. Создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделениям преступной организации, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Пункт 2. Участие в организованной группе или преступной организации, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Пункт 3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества. Осенью 2018 года дело рассматривалось специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Алматы. С самого начала подсудимые отрицали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, указывая на многочисленные, по их мнению, нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные в ходе следствия, а также на целый ряд нестыковок в версии обвинения. Так, защита Ербулата утверждала, что он не мог быть членом устойчивой ОПГ, потому что до задержания даже не был знаком с другими подсудимыми. Из всех своих сообщников Ербулат знал только Даурена, с которым жил по соседству и учился в одной школе, а позднее в одном институте. То же самое говорили в суде и другие обвиняемые. Впервые они увидели Ербулата только на очных ставках. Косвенно эти показания подтверждались и тем фактом, что ряд обвиняемых долгое время были в разработке у оперативников, и в отношении них велись негласные следственные действия. Так вот, в результате слежки не было зафиксировано ни одного контакта подозреваемых с Ербулатом. Более того, сразу трое допрошенных в суде свидетелей дали показания о том, что в период с января 2013 до осени 2014 года Ербулат безвыездно проживал у родственников Восточно-Казахстанской области. А значит, он физически не мог находиться в Алматы во время совершения разбойных нападений на потерпевших. Из юридической энциклопедии. Алиби. Юридическое обстоятельство, свидетельствующее о непричастности обвиняемого или подозреваемого лица к инкриминируемому преступлению в силу того, что в момент совершения преступления оно находилось в другом месте. Часть 5 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса. Выяснению по делу подлежат обстоятельства как уличающие, так и оправдывающие подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также смягчающие и отягчающие их ответственность и наказание. Органам, ведущим уголовный процесс, должны быть проверены все заявления о невиновности или меньшей степени виновности, а также наличие доказательств оправдывающих подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, либо смягчающих их ответственность, а также применение недозволенных методов следствия при собирании и закреплении доказательств. Самых ключевых свидетелей, в том числе вот этих понятых, которые участвовали в эпизоде по моему подзащитному с изятем у него оружия, их тоже не вызвали. И, кстати, мы пошли дальше, и выяснилось, что один из понятых, он указал не тот адрес. То есть его участие там незаконно. И вот фактически тот человек, который проживал на этом адресе, он в суде дал показания, что этот понятой вообще никакого отношения не имеет. Он к этой квартире, к этому адресу. То есть вот по этим признакам оба понятые, эти незаконные. То есть это следственное действие, которое было проведено с участием этих понятых, поездять, огнести наружу моего подзащитного, оно вообще незаконно. Еще один момент, на который обращала внимание сторона защиты, это существенные противоречия в показаниях потерпевших. Почему мы утверждаем, что дело сабриковано? Они изначально и на протяжении всего следствия и в суде постоянно давали противоречивые, взаимоисключающие показания. Так, суд это не принял во внимание. Там множество следственных действий абсурдных было проведено. Допустим, так называемое опознание. Это Захарченко, допустим, опознает моего подзащитного Роспекулы. Это все снимается на видеокамеру, и Захарченко показывает на абсолютно другого человека. Эти несостыковки касались многих важных обстоятельств дела. Даты совершенных против них преступлений, оружие нападавших, их состава и количество, перечня похищенных предметов, путаницы при опознании и так далее. Серьезные вопросы были подняты защитой относительно результатов обыска, который был произведен в строящемся доме, где не было ни окон, ни дверей, и в котором якобы проживал Ярбулат. Обыск проводился в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. Однако на видеозаписи отчетливо слышно, как следователь говорит о поисках ноутбука. Более того, на видеозаписи видно, что при обыске присутствуют третьи лица, чье участие в протоколе не отражено и чей процессуальный статус неизвестен. Между тем, в ранее рассмотренных нами делах Верховный суд уже признавал недействительными подобные обыски, в которых участвовали неустановленные лица. Судя по видеозаписи, обнаружение предположительно похищенного у потерпевших ноутбука состоялось в тот момент, когда понятые уже покинули обыскиваемое помещение. С этой комнаты начали, осмотрели. Вот первый этаж полностью осмотрели. Здесь вот пыль, грязь. Этот дознаватель неоднократно говорил, не пылите, не пылить. Вот этот шкаф вот осмотрели. Он еще со скрипом открывается и со скрипом закрывается. Далее вот эти все комнаты осмотрели. Эту комнату вот нигде нет ни окон, ни дверей. Умышленно они ему приписали этот адрес, чтобы ему удобно было этот ноутбук подсунуть. Вот везде пыль, грязь. Как человек может в таком месте жить? Ни света нету, ни воды нету. Кстати говоря, в деле отсутствует постановление о приобщении этого портативного компьютера к следственным материалам в качестве вещественного доказательства. Все явно было видно, что все сфальсифицировано, потому что они подложили и пистолет, они подложили и ноутбук. Также вот этот ноутбук с одним номером. Там специальные номера есть этих ноутбуков, он с одним номером. А в судебном разбирательстве Захарченко сказал, что у него был ноутбук, купленный в кредит. И он очень просил, чтобы ему этот ноутбук вернули. И там этих ноутбуков номера совершенно разные. Несмотря на все вышеупомянутые аргументы, суд первой инстанции признал Ербулата и Тамерлана виновными в участии в преступной группе. Служители Фемиды посчитали, что показания потерпевших и результаты различных следственных действий заслуживают доверия. А все доводы защиты являются надуманными и преследуют цель уйти от уголовной ответственности. Суд, в частности, указал, что последовательные показания потерпевших о том, что одетый в форму сотрудника полиции Ербулат участвовал в разбойном нападении, подтверждаются как опознанием, так и обнаружением в его доме, похищенного за 4 года до этого ноутбука. В результате Ербулат и Тамерлан были признаны виновными в совершении целого ряда преступлений и приговорены в общей сложности. Ербулат к 10, Тамерлан к 8 годам лишения свободы. Примечательно, что уже после вынесения приговора один из потерпевших записал на видео признание в том, что все свои показания против осужденных он дал под давлением следственных органов. Однако и это не помогло. 9 апреля 2018 года приговор был оставлен в силе постановлением апелляционной коллегии Алматинского городского суда. Нарушались наши права конституционные. Суд в своем приговоре не отразил все доказательства, которые были выявлены при судебном разбирательстве. Суд, например, не учел то, что также на все доказательства, которые были на видеозаписи личного обыска, на все нарушения, на те доказательства, как мой сын говорит им же. Вы кто? Вы бандиты, что ли? Вы же представители правоохранительного органа. Почему вы нарушаете мои конституционные права? Я веду нормальный образ жизни. Почему? За что вы мне подсунули пистолет? За что? У меня ребенок растет. У меня работа. Я такой же, как и вы. Они... Суд не обратил на все это внимание. Даже не отразил в приговоре все эти доказательства. Из приговора суда первой инстанции. Об устойчивости банды или другой преступной группы могут свидетельствовать в частности такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования. Банда или другая преступная группа могут быть созданы для совершения одного преступления, требующего тщательной подготовки. Под созданием банды или другой преступной группы следует понимать совершение любых активных целенаправленных действий, результатом которых стало фактическое образование названных организованных групп или сообщества. Эти действия могут выражаться в приискании участников, оружия, боеприпасов, средств связи, документов, транспортных или иных материальных средств, разработке структуры и преступных планов, вербовке людей. О чем может быть речь? Какого ОПГ? ОПГ квалифицируется сплоченностью, тесной взаимосвязью. Мой сын с 2008 года неоднократно проходил спецпроверку. И он работал в таможенных органах, он работал на посту, он на офицерской должности был. Таким образом, точка в этом деле пока еще не поставлена. Мы с уважением относимся к состоявшимся судебным решениям, тем более, что они уже вступили в законную силу. Вместе с тем, представляется, что в этом деле много вопросов, которые требуют внимательного изучения и надлежащей правовой оценки высшей судебной инстанции. Мы очень хотим, чтобы в итоге все виновные понесли заслуженное наказание, а невиновные, если они есть, были оправданы. Но и главное, не нужно мириться с несправедливостью, ведь шанс выйти победителем из сложной юридической ситуации есть всегда. Это была программа «Дело особой важности». Смотрите нас на канале Хабар-24 и будьте в курсе самых сложных и самых резонансных дел казахстанской судебной практики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok